Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас очередное заседание клуба любителей авиации «Взлетная полоса». Его мы решили посетить в теме преодоления сверхзвука. Дело в том, что 26 декабря 1948 года в нашей стране впервые была преодолена скорость звука. То есть исполняется ровно 75 лет со дня этого события. И одновременно 31 декабря 1968 года совершил свой первый полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Тоже круглая дата, 55 лет. Поэтому мы решили вот как бы эти два события совместить и рассказать о них более подробно. Ну немножко это начало истории. Дело в том, что вообще скорость звука в мире была преодолена на вот этом летательном аппарате. Это экспериментальный самолет фирмы «Белл» под названием «Икс-1». Было построено и два экземпляра. Вот это схема этого самолета. Это, как видите, с прямым крылом. И стоит на одном с «ЖРД» – жидкостный ракетный двигатель. Значит, он работал на жидком кислороде и этиловом спирте. Работал он на полной мощности максимум 3,5 минуты. Поэтому для того, чтобы достичь каких-то выдающихся результатов, его подвешивали подбортировщик «Б-29». Он набирал высоту порядка 10700 метров. Самолет отцеплялся, запускался двигатель. Набирал даже небольшую высоту, там, порядка полутора километров. И разгонялся до очень высоких показателей скорости. С начала испытания проводил вот этот вот летчик Чалмерс Гутин. Это летчик-испытатель фирмы «Белл». 9 декабря 46-го года он выполнил первый полет на этом самолете с включенным двигателем. До этого в планерном варианте его испытывали. Но шление очень-очень медленно. Значит, там каждый полет давал приращение скорости полета на МАХ-002. То есть очень-очень медленно они приближались к цифрке единички. В ВВС США это не понравилось. Они решили контракт с фирмой «Белл» прекратить и проводить испытания своими силами. Плюс ко всему сыграло в этом еще интересную роль, что Чалмерс Гутин потребовал премию 150 тысяч долларов США в случае преодоления звукового барьера. Чтобы было понятно, если это перевести на нынешний курс, это где-то 2 миллиона долларов по нынешнему времени. То есть за преодоление скорости звука. И плюс он потребовал дополнительных выплат. За каждую минуту, проведенную на скорости более 0,85 МАХа, еще дополнительные выплаты за опасную работу. В ВВС США это не устроило. В итоге испытания проводил дальше 24-летний капитан ВВС США Чарльз Йигер. Он участвовал во Второй мировой войне, воевал на истребителе «Мустары», сбил 11 самолетов противника, причем реактивный мессершмитт, 262-й даже один сбил. И вот он уже дальше эти испытания самолета проводил. Вот это он стоит около кабины своего самолета. Видите, написали «Гламорис Глэдис», очаровательная Глэдис, это его жена, ее звали Глэдис, и он попросил нанести вот такую надпись на этом самолете. Это он уже сидит непосредственно в кабине. Кабина была очень маленькая. Залазил он в кабину уже в полете. То есть, когда уже Х-1 находился в бомболете в подвешенном состоянии на Б-29, на специальном лифте он к нему спускался, залазил в эту кабину, затраивал тюк, и дальше уже выполнял полет. Вот это кабина этого самолета. За спиной летчика стояла кинокамера, которая фиксировала все результаты, вернее, все показания приборов. То есть, даже в случае катастрофы, чтобы были шансы понять, до какого предела он дошел. И что самое интересное, вот это все испытательное оборудование весило порядка 450 килограмм, но она была очень точная. Погрешность была до 0,5%. И он начал испытание. Вот он в августе подхватил эту эстафету от Путлина, и уже на 9-м полете 14 октября 47-го года достиг скорости М. Число Маха, чтобы было понятно, для тех, кто не посвящен, это отношение скорости полета, самолетов, скорости звука. То есть, М равное единичке ровно, это ровно скорость звука. Все, что сверху, это уже сверхзвук. То, что до, это до звука, так скажем. И вот в 9-м полете, он на высоте 12200 метров достиг скорости М. 0.4, то есть, преодолел звуковой барьер. Единственное, что самолет взлетал не с земли, то есть, он отцепился от самолета Б-29, то есть, по сути, что это как ракета была, если он так честно говорит, это как не самолет. Что же в этом, ну, в любом случае, это событие, вот, 14 октября 47-го года вошло в историю мировой авиации, когда человек впервые на летательном аварате превысил скорость звука в горизонтальном полете. Это тоже немаловажное уточнение. Ну, да, вот этот самый полет, это Х-1, в этот момент преодоления скорости звука, там очень своеобразный шлейф от ЖРТ, и вот диаграмма, программа, диаграмма как раз с показаниями полета. Что же проводилось в это время у нас в стране? Дело в том, что стало понятно, что с прямым крылом дальше мы, ну, не то, что мы вообще во всем мире, авиация не сквинется. Нужны именно стреловидные крылья. Сначала у нас решили попробовать, вот были такие опытные пламеры у нас, и они испытывались в нашем городе. Сначала испытывался ЛЛ-1 с прямым крылом, а потом пробовали даже с обратной стреловидностью 30 градусов. С прямым крылом, значит, здесь стоял пороховой двигатель, то есть просто тупо поджигался порох, из него отсутствовал с ног пламени, но развивал тягу 1500 килограмм сил. Его этот планер запуксировали на очень большую высоту, порядка 11 тысяч метров. В носу у него наливалась вода, то есть, чтобы придать как можно большую переднюю центровку. Он отцеплялся, и в пикировании, включая пороховой ускоритель, разгонялся до очень-очень большой скорости. Первый планер был полностью деревянный, второй уже был металлический, металлый, но момент консультант. И вот уже в 49-м году на этом планере он достиг скорости 0,83 маха. Но это были вот такие эксперименты. А так начали строить самолеты со стреловидными крыльями. Первым нашим одесенным самолетом со стреловидным крылом был самолет ВАЗ-160. Он поднялся в депо 1 июня 1947 года. Стреловидность была 35 градусов. И в том же 47-м году появился уже более известный самолет, который очень здорово строился серийно, вошел в историю. Это МиГ-15. Значит, двигатели оба стояли здесь. Это вообще трофейный ЮМО-004, то есть немецкий двигатель. А РД-45Ф это английский двигатель НИН-1, который производился в нашей стране по лицензии. Но, тем не менее, эти самолеты скорость звука не достигли. Пошли дальше. Значит, начали менять чуть-чуть стреловидность крыла, наращивать тягу двигателя. Появились вот эти самолеты. Но скорость звука, опять-таки, не поддавалась. Вот это летчики, которые проводили испытания этих самолетов. Это Иван Евграфович Федоров, он был шеф-пилот фирмы Лавочкина. Виктор Николаевич Юганов, он после войны был шеф-пилотом фирмы «Никояна Иль». Сергей Николаевич Анохин, он проводил, будучи лечером-испытателем ИИ, но он проводил первые вылеты на опытных самолетах АКБ Яковлева. У них на тот момент Иванов шеф-пилот, два них, а другого не было шеф-пилота. И вот именно они были как бы первопроходцы у нас в эту область. Приближались они к сверхзвуковым скоростям. А вот этот самолет, это именно тот, кто первый в нашей стране преодолел скорость звука. Как видите, уже здесь стреломидность побольше. Там было 35 градусов, здесь 45 градусов. Двигатель уже, это ВК-1, это тот же самый НИН-1, но очень тошно дополненный, переработанный Владимиром Яковлевичем Климовым. И теперь у него уже тяга 2700 килограмм сил. Вот этот самолет, вот так он выглядел. В первый полет его поднял тот самый Иван Евграфович Федоров в сентябре 1948 года. И дальше начались испытания. Вот в архиве АКБ Лабочкин сохранился такой уникальный документик. Это дневник испытаний самолета ЛАЗ-176. Там просто и разборчиво написано, я это вот набрал обычным шрифтом. То есть тут прописано все. Рулежки, кто выполнял, какое время, высота. И вот хорошо видно. Сентябрь 1948, первый полет Федоров выполнил. Дальше подключился молодой летчик-испытатель, у них Соколовский. Определяет все параметры, и вот начинают они постепенно разгонять его на скорости более 900 километров в час. А пробовать створки, ну створки это тормозные щитки, потому что ему нужно потом еще... Дело в том, что максимальную скорость он здесь достигал в пикировании. В горизонте не мог он еще достичь скорости звука. Поэтому тут задача шла достижение скорости звука именно в пикировании. Но потом из этого пикирования надо выйти. И вот почему они отрабатывали выпуск тормозных щитков на такой большой скорости. Именно для этой задачи. И вот они до ноября 1948 года летали у нас в Жуковском. В ноябре погода начала портиться. А на высоту они начали уже залазить очень большую. А там Теодолиты должны все это фиксировать. И испытания перетащили, перевели в город Саки. В Крыму самолет разобрали, в разобранном виде перевезли в Саки. Собрали, Соколовский его облетал. И дальше они начали уже летать на максимальный мах. Впервые в этом дневнике 26 декабря 1948 года вот зафиксированы два полета. Сначала взлетал Федоров как шеф-пилот, потом Соколовский. Именно на определение числа маха. И вот эта дата во всех наших энциклопедиях, во всех справочниках фигурирует как дата первого достижения звукового барьера в нашей стране. Но при этом пишут, что это совершил именно Соколовский. Хотя вот по дневнику испытаний очень хорошо видно, что в этот полет сначала летал Федоров, потом Соколовский. И потом, видите, здесь два полета очень интересных. Километраж, это как правило для тренировки датчиков скорости и прочего. И потом еще один полет на определение маха. И вот тут есть один очень интересный нюанс. Дело в том, что есть такая книга Михаила Саудовича Армазорова «Фронт идет через КБ». Она в советское время выдержала два издания. Там тиражи порядка 100 тысяч экземпляров у нее были. И там есть очень интересная деталь. Я сейчас зачитаю. По ходу испытаний выяснилось, что трубка, измеряющая скорость при проверке на сверхруковой скорости в алиодинамической трубе показала существенные погрешности. Едва был установлен этот факт, Хейфиц срочно вылетел в Москву. Хейфиц это был главный аэродинамик АКБ Лавочкина на ум Хейфиц. Он привез специальную сверхруковую трубку, с которой полетел Соколовский. Как оказалось потом, в отличие от своей предшественницы, новая трубка не завышала, а наоборот, занижала скорость. Вот почему даже инженеры-испытатели при всем их скептицизме и осторожности были уверены, что в полетах Ходяга-Соколовского удалось достигнуть звуковой скорости. А вот теперь смотрите, очень хорошо видно. Два полета 26 декабря, потом вдруг, начиная 27 еще один полет, и вот здесь пауза 3 дня. Логично предположить, что вот как раз за этот период привезли вот эту самую новую трубку. Вот ее опробовали на километровой базе, то есть проверили, и полетел действительно с ней уже с новой трубкой 3 января 1949 года именно Соколовский. Вот мое глубокое убеждение, что во всех этих справщиках наложились вот эти два факта, что первым с новой трубкой полетел Соколовский, да, и она вот этот полет 100% был зачетным, то есть скорость звука была преодолена. Но дату почему-то сместили с 3 января на 26 декабря 1948 года. Хотя по всей вероятности, так как двигатель был тот же самый, самолет был тот же самый, профиль полета был тот же самый, можно с большой уверенностью говорить, что уже 26 декабря 1948 года, даже с той самой завышающей трубкой, все равно скорость звука была преодолена. Ну, дальше, к сожалению, события развивались очень трагическим. После этого произошла замена двигателя, и только 25 января они возобновили полеты. Летал Соколовский, вот, собственно, это два этих летчика. Федоров 5 марта 1948 года, к моменту вот этих самых описываемых событий, уже получил звание Герой Советского Союза за испытание первых реактивных самолетов. А это Олег Викторович Соколовский, молодой летчик-испытатель, он только в 1948 году пришел в АКБ. В обоих очень интересная судьба. Дело в том, что Иван Федоров воевал в Испании, там получил первые два ордена Красного Знамени. В годы войны дослужился трех командира дивизии, причем будучи подполковником, и потом стал летчиком-испытателем. А Соколовский был летчиком-инструктором, но была такая практика, летчиков-инструкторов привлекали к боевым стажировкам на фронте. И вот он за месяц боевой стажировки сбил три самолета, за что получил орден Красного Знамени. И вот эти вот два человека, собственно, и штурмовали вот этот звуковой барьер. Так вот, 25 января испытания ЛАЗ-176 продолжились, а уже 3 февраля 1949 года произошла катастрофа. Дело в том, что Соколовский в этот день выполнял третий испытательный полет, видя, немножко устал, и когда перед третьим полетом он закрывал фонарь, он не до конца его поставил на замки. То есть фонарь закрылся не полностью. И на взлете, потоком воздуха, фонарь начал открываться. Начал открывать. И он, почему-то, ну, вместо того, чтобы прекратить полет, хотя трудно сказать, на каком этапе это произошло, в общем, он одной рукой пытался удержать ручку управления, а второй рукой попытался закрыть фонарь. В итоге ему это не удалось, самолет упал и взорвался. Вот так трагически сложилась судьба Олега Викторовича Соколовского, одного из первопроходцев сверхзвука в нашей стране. Второй экземпляр самолета уже не строили, испытания продолжались на других типах самолетов. А именно, во-первых, появилась идея, а почему бы не поставить сразу два двигателя? То были однодвигательные самолеты, а тут можно теперь попытаться все-таки два двигателя. Сначала это осуществил Павел Искович Сургой на самолете Су-15. Это Су-15 первый с таким обозначением, потому что в 60-е годы был еще один самолет Су-15. И Микояновская фирма на самолете МИ-320. Причем двигатели располагались тандемом, друг за другом, не вмещались они рядом как бы. И вот здесь хорошо видно, что даже кабина летчика относительно оси самолета смещена в бок. И востокозаборники, видите, даже по диагонали расположены. Вот этот самолет ожидалось, что он выйдет в горизонте на скорость звука 1.02. И в принципе, такие шансы у него были, так как тяга двух двигателей суммарная была 4540 кг сил. Испытание проводил Сергей Николаевич Анохин, но, к сожалению, в января они эти испытания начали. Дошли они до скорости 0.087, и тут у него в полете начался пожар. Он попытался катапультироваться, фонарь не сбросился, он руками его вытолкнул и с парашютом выпрыгнул из реактивного самолета. Вот такой уникальный случай был у Сергея Николаевича на этом самолете. А на И-320 достигли скорости в горизонте 0.9. Но там другая беда началась, так называемая валежка. То есть, элеронов уже не хватало на такой скорости, самолет начинал самопроизвольно коренить, и поэтому испытания его были приостановлены. Но параллельно и однодвигательные тоже развивались. Появился МиГ-17, дальнейшее развитие МиГ-15, уже угол стреловидности крыла гораздо больше, там было 35 градусов, тут 49 и ЯГ-50. Испытание МиГ-17 проводил Анохин, испытание ЯГ-50 проводил, наоборот, то есть МиГ-17 Юганов, а ЯГ-50 Анохин. И вот тут тоже дальше интересный вопрос. Кто же впервые, то есть Соколовский и Федоров первыми преодолели скорость звука в пикировании. Теперь вопрос, а кто же в нашей стране первым преодолел скорость звука в горизонтальном полете? И вот здесь и получается такая интересная история. Во всех источниках абсолютно разная информация. Тот же Анахозоров в своей книге «Фронт идет через КВ» пишет. Успех Лавочкина вскоре разделили и другие конструкторы. 24 сентября 1949 года летчик-испытатель Тютерев при пологом пикировании на МиГ-15 преодолел звуковой барьер, а в феврале 50-го года летчик-испытатель Ивашенко на самолете МиГ-17 многократно и уверенно на этот раз в горизонтальном полете без всякого прижима преодолел звуковой барьер. В феврале-майе 50-го года на те же летные режимы вышел и Яковлевский Яг-50. То есть его версия, что со снижением это Тютерев дальше был и уже Ивашенко в горизонте. Игорь Шелест в книге «Лечу за мечтой» пишет следующее. Если берем истинно признать объективную запись точных приборов, нужно согласиться, что первым звуковую скорость у нас в СССР преодолел Анатолий Тютерев. 18 октября 49-го года, видите, этот называл 24 сентября, Шелест называет уже 18 октября, Анатолий Тютерев удалось на самолете МиГ-15 на 1% проникнуть в сверхзвуковую область скоростей. В этот день звуковой барьер, пусть чуть-чуть, но остался позади пилота. В другой день на выведение Тютерева подтвердили другие летчики, повторившие звуковую скорость в своих полетах. Но дело в том, что сохранились к счастью журналы о регистрации полетов, которые ведутся на КДП аэродрома Лии. Так вот, ни 24 сентября, ни 18 октября 49-го года Тютерев на МиГ-15 вообще не летал. То есть обе эти даты абсолютно не подтверждаются никакими документами. Еще в некоторых источниках пишется, что это прошло 12 декабря 49-го года. Тоже не было. Вообще в этом не было полетов из-за плохой погоды. Вообще никто не летал. Точно так же горизонтальный полет. В некоторых энциклопедиях, повторяю, даже не просто книгах, в энциклопедиях написано, что скорость звука в горизонтальном полете первым на МиГ-15 преодолел в 49-м году Яков Ильич Вернин. Еще пишут, что 6 февраля 50-го года Ивашенко на МиГ-17 преодолел. Это у Шаврова этот цифр приводится. Что же на самом деле? Если взять именно документальные данные, получается следующая картина. На МиГ-17 первым скорость звука в полете со снижением в Китире преодолел 6 сентября 49-го года Виктор Николаевич Юганов. Если же брать ЯК-50, то, что говорил как раз Орлозоров, что весной 50-го года они вышли на эти пирожные рубежи, на самом деле уже в сентябре 49-го года Анохин на нем достиг 1,03. Не в 50-м году, а в сентябре 49-го. А вот Верников достиг скорости звука в горизонтальном полете на МиГ-17 24-го и 26-го октября 49-го года. То есть, вроде бы, точки расставлены. Верников 24-го октября 49-го года. Но тут есть один очень интересный момент. Дело в том, что, вот как бы в случае с Федором Высоколовским, там был приемник воздушного давления. Его меняли, потому что тот не отвечал. Так вот, здесь тоже были разные приемники воздушного давления. На МиГ-17 он сталался вот этот вот самый серийный приемник воздушного давления, который разработала НИСО, научно-исследовательский институт самолетного оборудования. Был такой в те годы. Вот видите, какая у него погрешность. Вот эта единичка маха, это погрешность 0. Погрешность очень-очень большая. А вот совершенно новый датчик воздушного давления, который очень напоминает современные разработки ЛИИ. Погрешность минимальная, причем в очень узкой диапазоне скоростей. Так вот, пришли к выводу, что в полетах Верникова в октябре 49-го года, он же летал вот с этой группой. По всей вероятности, он скорой звукой не преодолел. Это подтверждается еще одним фактом. Дело в том, что МИГ-17 у него стоял опытный двигатель ВК-1 тягой 2700 кг-сил. А на МИГ-17Ф уже с форсажной камерой, то есть аэродинамика саморота та же самая, только двигатель уже тягой 2600 без форсажа и 3380 на форсаже. То есть прирост тяги составил 600 кг-сил. Так вот, на МИГ-17Ф уже с этим приемником, более точным, скорость звука в горизонте так и не была достигнута. То есть говорить о том, что без форсажания можно было достигнуть на этом самолете, надеяться на это не приходится. Тогда стоит опять вопрос, а кто же все-таки первым достиг скорости звука в горизонтальном полете в нашей стране? Этим самолетом был вот такой самолет, он не пошел в серию, и 360 разработки АКВ Микояна, на нем уже два двигателя, как бы в классической схеме, не тандемом, а рядом расположена с суммарной тягой двигателя 4000 кг-сил. Его испытания проводил Григорий Александрович Седов, уже с трубкой разработки Ильи, то есть максимально точной трубкой. И вот в ходе заводских испытаний, к сожалению, нигде в журнале испытаний точная дата не зафиксирована, но была достигнута скорость 0,45, 1, 0,45 Маха. Вот это вот стопроцентное преодоление, первое преодоление скорости звука в нашей стране в горизонтальном полете. Григорий Александрович Седов, сентябре 52-го года. Ну вот такая вот как бы немножко детективная история, как говорится, пытались разобраться. Ну а дальше уже скорость звука, как вы знаете, вторая часть нашей сегодняшней встречи, посвящена сверхзвуковому самолету, первому в мире сверхзвуковому пассажирскому самолету, Ту-144. Но если быть уж совсем объективным, то первым на сверхзвуковым пассажирскому самолету вышел самолет фирмы Дуглас ТС-8. Ну это вроде бы нереально, удивительно, но тем не менее это было. Произошло это в самолете с пикированием. Самолет набрал высоту порядка 16 тысяч метров, и в пикировании разогнался до скорости Маха 1.0.12 в 61-м году. То есть вот это было первое преодоление скорости звука пассажирским самолетом. Это вот состав его экипажа, и вот тут инженер-испытатель Ричард Эдвардс. Вот он в 2007 году еще был жив, и да, очень интересное интервью. Я сейчас вот чуть-чуть зачитаю. Значит, он рассказывает, кто была идея Билла Макгрудера. Это шеф-пилот был в фирме Дуглас в то время. Очень остроумные. Залететь туда, продемонстрируя, что самолет останется цел и не поломается на куски. Для начала нужно было определить значение перегрузки на воде, угол пикирования и убедиться, что удастся достичь М, равное 1.0.1, достаточно высоко, где бы не развилась слишком большая приборная скорость. В отделе аэродинамики под руководством Роджера Шаухеля подготовили таблицы графики. Мы забрались на 15800 метров и отдали штурвал от себя с перегрузкой по единице. Билл упирался на отдачу с усилием 22,5 килограмма. Он не триммировал на пикировании, чтобы сохранялась возможность у самолета выйти самому. На пикировании число Маха не используется как самоцель. Гораздо точнее соотносить скорость. Так что через каждые 300 метров я диктовал виллу текущую и заданную скорость к следующей высоте. На снижение мне пришлось болтать почти все время, так как при вертикальной скорости 150 метров в секунду мы оказались ниже на 300 метров каждые 3 секунды. Наружу я даже перестал выглядывать. Был вид, как будто мы прямо падаем. Пикируя, мы вышли на М равное 1.01 примерно на 16 секунд, а потом вывели. На выводе было страшновато. Когда он потянул штурвал, рули высоты оказались неэффективны. Никакой реакции. Тогда он сказал, что ж, попробуем перестановкой стабилизатора. Но и стабилизатор не переставлялся из-за нерасчетной нагрузки. И тогда он додумался сделать то, что вряд ли сообразил бы какой-то иной пилот. Он отдал обратно на пикирование, что сняло нагрузки со стабилизатора. И тогда удалось заставить мотор стабилизатора работать с приемлемой нагрузкой. Мы ввели самолет где-то на 10600 метров. Корреспондент спросил, ну и как оно чувствовалось на сверхзвуке? Откровенно говоря, ничего особо не чувствовалось на М-101. На М-106 нас заметно потрясло. Что меня больше всего удивило, темное до черноты неба. Ничего подобного никогда раньше не видел. У нас было установлено несколько камер посередине самолета, снимавших через разные иллюминаторы. И было видно, как захлопали элероны при прохождении ударной волны. Наверное, это было при М-097. Они поднимались, думаю, градусов на 5. К счастью, симметрично с обеих сторон. Что самое интересное, его в полете сопровождало два сверхзвуковых истребителя. F-104 Start Fighter и F-100 Super 7. Так вот этот F-104 пилотировал в этом полете как раз тот самый Чарльз Егер. Чарльз Егер, который первым преодолел скорость звука. Но это был, конечно же, эксперимент достижения пассажирским самолетом скорости звука. А стояла задача именно создать сверхзвуковой пассажирский самолет, который будет в горизонтальном полете перевозить пассажиров со скорости звука. Эту задачу одновременно начали решать и наши советские авиаконструкторы, и дело в том, что контор был совместно, британско-французский, то есть английско-французский проект. И вот в 63-м году они впервые вот эту схему предложили. Здесь указана площадь крыла, удлинение крыла и угол стреловидности крыла. А в 65-м году к этой же схеме пришли наши конструкторы. Схема действительно очень похожая, но дело в том, что при прогнозе в аэродинамических трубах и они и мы убедились, что именно эта схема дает наилучшие результаты для решения данной задачи. Ну и дальше, вот смотрите, они в 63-м уже к ней пришли. Мы как бы именно к этой схеме на два года позже. Но, тем не менее, наш самолет взлетел раньше. Это произошло как... 31 декабря 1968 года... Конкорд взлетел на два месяца позже. Как видите, они действительно очень похожи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...